Игорь Александрович Яковенко подключается к нашему эфиру, эксперт, которого вы хорошо знаете, российский журналист, политолог, публицист. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте, Александр. Хочу начать с вами темы Курщины. Мы много чего сегодня обсудим, но тем не менее. Люди, которые лишились жилья, которым, как мы, кстати, не раз уже обсуждали, предлагала какая-то фотограф фотосессию новогоднюю сделать, якобы моральная компенсация людям, которые лишились от российских обстрелов своих жилых домов. Сейчас они хотят губернатора увидеть и выступают против отставки, если я не ошибаюсь, главы суджи. Они много чем недовольны, но вот вы, как человек, который российское общество знает очень хорошо изнутри, у них меняется отношение к войне реальное, когда она вышла из телевизора и попала напрямую в их жизнь? Да, конечно, меняется, но меняется не отношение к войне, а меняется отношение к собственной ситуации в этой войне. То есть, я не уверен в том, что там происходят какие-то изменения политических ориентаций. Я думаю, что людям плохо. Война действительно реально пришла на территорию Курской области. На сегодняшний момент для Путина есть очень важная политическая задача до инаугурации Трампа вытеснить вооруженные силы Украины с территории Курской области. Это принципиальные вещи, эти попытки сейчас предпринимаются. Порядка 50 тысяч соединений российских оккупационных войск находятся на территории Курской области, пытаются вытеснить вооруженные силы Украины. Пока получается плохо. Вот это то, что интересует власть, то, что интересует Путина. А то, что происходит с жителями, совершенно не интересует. Более того, поскольку единственный способ вытеснить вооруженные силы Украины, это превратить суджу, превратить все вот эти населенные пункты, которые находятся сейчас под контролем вооруженных сил Украины, примерно в такие же развалины, в которые превращены города Танецкой и Луганской области, то, в общем-то, перспектива у этих людей лишиться своих домов полностью и стать избоями. И на это всем абсолютно наплевать. И то, что происходит, действительно свидетельствует о том, что российской власти совершенно наплевать на собственных жителей. То есть, они будут защищаться вместе с домами. Они это поняли, они это чувствуют. У них отчаяние. Но это никаким образом не меняет отношение к власти. К войне они, конечно, относятся плохо, потому что война к ним пришла. Это уже война не в телевизоре, где можно ее поддерживать, слушать всякий бред пропагандистский. А эта война уже, вот она непосредственно у них дома. Естественно, они относятся к ней плохо. Естественно, они относятся к власти плохо, потому что власть их не защищает. Вот это они поняли. Значит ли, что они как-то перейдут, объединятся в какое-то протестное движение? Нет, не значит. Вот такая вот ситуация. То есть, это их возмущение, это их плохое самочувствие никак не конвертируется в какой-то протест, если мы с вами об этом. Ну да, это возмущение скорее из-за того, что 100 долларов выделил Путин, да, тем, кто потерял свои дома, а не больше, как, возможно, они рассчитывали. Хорошо. Давайте вот что обсудим. Идут массовые облавы на мигрантские заведения и вообще места, где мигранты находятся в России. Вот, например, в Питере по двум этническим заведениям был рейд проведен. Оттуда выводили просто полицейские мигрантов. Мигрантов жалобы якобы от местных были на шум и антисанитарию, но мы часто понимаем, что это может быть формальным предлогом. Может и нет, конечно. И тут Госдума еще хочет запретить детям мигрантов поступать в школы без экзамена по русскому языку. Володин 20 сентября говорит, что Госдума рассмотрит этот законопроект. Но, очевидно, если Володин сказал, то он будет рассмотрен и принят. Почему сейчас взялись за мигрантов? Во-первых, есть общее настроение ксенофобии. И вот в этом настроении, безусловно, мигранты – это очень удобный, легкий способ выплеснуть эту ксенофобию, разжечь ее, направить ее в удобное русло. Мигранты – легкая добыча, потому что они абсолютно беззащитны в России. И с ними очень легко разбираться. Они долгие годы были таким вот кормовой базой вот этой вот низовой коррупции в полицейской среде. То есть мы все видели классические, обычные ситуации на российских улицах, на российских дорогах, когда полицейские просто охотились на людей с восточной внешностью, с муглых, черноволосых. Зачастую останавливали в том числе граждан России, которые имеют такую же внешность, проверяли у них документы, ну и пытались каким-то образом выманить последние деньги. То есть мигранты – это самая выязвимая часть российского общества, которая постоянно оказывается в роли жертвы. Главная проблема, с которой здесь сталкивается режим, заключается в том, что невольно, понимаете, как-то совершенно невольно сейчас сравниваешь эту ситуацию с ситуацией в Соединенных Штатах Америки, где одна из задач Трампа – это, по крайней мере, та задача, которую он перед собой ставит, это депортация и избавление американского общества от нелегальной миграции. У меня нет никаких сомнений в том, что Трамп эту задачу решит, по крайней мере, эту задачу он точно решит, в отличие от многих других, которые он перед собой ставит. Принципиально другая ситуация в России. Дело в том, что мигранты жизненно необходимы для сегодняшней российской экономики. То есть, конечно, без них можно обойтись, но это будет означать скачкообразное увеличение цен на целый ряд вещей. Например, если действительно депортировать мигрантов, то просто цены на недвижимость взлетят до небес, потому что мигранты составляют значительную часть рабочей силы в строительстве, в целом ряде отраслей, таких как доставка еды, такси и так далее. То есть, и все это в результате, если пытаться заменить мигрантов местным населением, которое крайне неохотно идет на те работы, где мигранты сейчас составляют значительную часть, это ЖКХ, строительство, какие-то услуги бытового сектора и так далее, здесь мигранты составляют значительную часть трудовых ресурсов. И попытка их заменить приведет к резкому... То есть, за такую зарплату, конечно, никто из местных работать не будет. Это приведет к резкому удорожанию рабочей силы и, соответственно, повлечет за собой целую цепочку еще одного подорожания. Учитывая то, что на сегодняшний момент за время войны цены на, скажем, продовольствие по целому ряду позиций выросли в два раза, то есть, это совершенно сумасшедший рост цен. А здесь еще будет увеличение цен. Это приведет к такой инфляции, которую действительно будет довольно... Ну, переживут, конечно, никуда не денутся, но это будет очень резкое ухудшение жизни людей. Поэтому мигранты, конечно, крайне-крайне-крайне нужны российской экономике. И никто не позволит никакому там Володину, никакой там Государственной Думе полностью, если речь идет о кардинальном изменении ситуации, то есть, вытеснить миллионы мигрантов из России, никто этого делать не будет. Поэтому будут мучить, будут создавать вот такие вот условия, издеваться над этими людьми, создавать ситуацию, при которой дети мигрантов не будут ходить в школы, будут создавать уличные банды. То есть, ну, вот реально, человек, который возглавляет Государственную Думу, это клинический идиот. Его зовут Володин. Вот, Володин, как известно, это прилагательное, потому что это человек, который полностью принадлежит и обслуживает Путина. Но, если представить себе, что он делает, и он и такие, как он, чтобы дети мигрантов не могли ходить в школу, это означает, что они будут на улице, они полностью не смогут учить русский язык, в школу же их не пускают. Поэтому это будут люди, которые будут создавать уличные банды, и тогда действительно будут на самом деле, так сказать, представлять собой опасность. На сегодняшний момент сказки о том, что преступность растет из-за мигрантов, это вранье. Эти сказки я слышу еще с 90-х годов. Они неоднократно опровергались, потому что на самом деле, в отличие, скажем, от европейских городов, где действительно мигранты составляют существенную, существенный рост, одну из причин роста преступности. В России это не так. Мигранты, если брать в пропорции к населению, они не представляют собой повышенные угрозы, то есть доля преступлений, которые совершают мигранты, она значительно ниже их доли населения в целом. Поэтому это вранье. Но стараниями таких идиотов, как Володин, это может стать не так. Действительно, попытки изолировать мигрантов, не допускать их интеграции в российское общество, они, в конечном итоге, могут привести к тому, что возникнет вот такая вот миграционная преступность. Так что, если проблемы не было, то усилиями таких идиотов, как Володин, она может быть создана. Что же касается использования мигрантов на войне, это происходит, и это один из ресурсов пополнения пушечного мяса. Тоже очень важный. Поэтому никто массово мигрантов депортировать не будет, просто будет показательной депортацией. Но массовой такой депортации, как сейчас все ожидают в Соединенных Штатах Америки, этого не произойдет. Причина очень простая. В Соединенных Штатах Америки можно сколько угодно критиковать власть, но там есть государственная политика. В России ее нет. То есть, государственной политики в отношении мигрантов в России нет. Просто вот такая вот стихийное разжигание ненависти, стихийные отдельные подергивания, но нецеленаправленная государственная политика в отношении мигрантов. Поэтому будет все идти как идти. Периодически какие-то преступления будут списываться на мигрантов. Ну, как вот знаменитый теракт, в котором обвинили сначала мигрантов, потом сказали, что это украинские диверсанты. Ну, правда, украинского языка они почему-то не знают. И почему-то, так сказать, никак концы с концами не сходятся. Но, тем не менее, задача поставлена. Во всем будут обвинять мигрантов. Так что они выполняют еще важную такую функцию громоотвода. На них очень легко списать и преступность, и всевозможные безобразия. Очень удобный, очень-очень удобный объект для канализации ненависти. Ну, вы интересную вещь сказали, что где же детям мигрантов учить русский язык, если им запретят ходить в школы без знания русского языка. Да, это какой-то абсурд получается. Игорь Александрович, хочу завершающий с вами вопрос обсудить. Очень важный, мне кажется, в Абхазии начались заварушки. Конечно, да, там абсолютно другая, скажем, почва для этого. Там пытаются подписать инвестиционный некий закон. Вот сейчас я нашей аудитории объясню, что происходит. Собственно, там в Сухуми, в столице, даже главную дорогу перекрывали. Итак, покажите, пожалуйста, кадры, что там происходит, коллеги. Протестующие потребовали освободить ранее задержанных активистов и отменить соглашение об инвестиционных российских проектах в частично признанной республике. Значит, я добавлю несколько деталей. В чем вообще смысл? 15 ноября парламент должен ратифицировать соглашение о российских инвестициях. Оппозиция заявила, что намерена провести в этот день большой митинг. А жители разных регионов инициируют встречи с депутатами, требуя от них голосовать против этого соглашения. Они считают, что беспрецедентные льготы для российского крупного бизнеса являются губительными для абхазской экономики и несут угрозу безопасности республики. Задержали пять оппозиционеров, которые возвращались с собрания собственно общественности в Гудауте и выступали против этой ратификации так называемого инвестиционного соглашения. Игорь Александрович, вам вопрос получается. Почему Абхазия вдруг решила осмелеть и пойти против лоббизма российских интересов в республике, которую фактически Россия оккупировала в 2008 году? Вы знаете, сейчас после того, как укрепила свое положение грузинская мечта и, ну, правда, там сейчас идут протесты, протесты поддерживаются европейскими парламентариями, но, тем не менее, грузинская мечта все-таки явно на какой-то период укрепила свою власть. Идет процесс очень странный, потому что, с одной стороны, грузинская мечта сейчас заявляет о том, что они готовы вернуть в состав Грузии вот эти вот отторгнутые территории, прежде всего Южную Осетию, но и Абхазию тоже. И в Абхазии очень странным образом получили поддержку те силы, которые, в общем, выступают против российской оккупации, потому что, вроде бы как, они противоестественным образом пытаются возлагать какие-то надежды на пророссийскую силу, грузинскую мечту. Надежды, конечно, иллюзорные, но, тем не менее, это происходит. Конечно, полная российская оккупация Абхазии, она местному населению категорически не нравится, особенно не нравится предпринимателям. В отличие от Южной Осетии, Абхазия все-таки сохраняет какую-то относительную, хотя бы, независимость от России, потому что Южная Осетия полностью, целиком, фактически является регионом, по сути дела, вошедшим в состав России, хотя формально это не так, но, по сути дела, это такой же оккупированный полностью регион российский. Абхазия сохраняет какие-то элементы суверенитета и пытается его отстоять. В результате, я думаю, что рано или поздно, безусловно, произойдет взрыв в этом регионе, потому что Россия, безусловно, будет и дальше его осваивать. Россия, в данном случае, свои имперские настроения будет реализовывать в виде проникновения дальнейшего в Абхазию. Ну, а в данном случае, есть еще Грузия, которая, несмотря на то, что в ней сейчас доминируют пророссийские силы, тем не менее, есть обещание, что вот эти отторгнутые грузинские территории, Абхазия и Южная Осетия, вернутся в состав Грузии. Это все создает такой вот, скажем, анклав, чрезвычайно напряженный. И я думаю, что в конечном итоге социальный взрыв в Абхазии неизбежен. Вопрос только в том, когда это произойдет. Я думаю, что в конечном итоге все будет зависеть, как ни парадоксально, казалось бы, довольно далеко находится Абхазия от боев в поле боя в Украине, но в значительной степени все будет зависеть от ситуации на поле боя в Украине. Как только Россия будет ослаблена, как только российские войска будут разгромлены в Украине, если и когда это произойдет, я думаю, что в Абхазии произойдет социальный и политический взрыв. Потому что та ситуация, которая сложилась, абсолютно не устраивает, ну, прежде всего, деловые круги Абхазии, которые не заинтересованы в том, чтобы Россия осваивала этот регион. Регион богатый, регион достаточно потенциально, потенциально, вернее, богатый, и, безусловно, есть большое количество желающих освободиться от диктата России там. Так что, я думаю, что мы увидим еще развитие этих событий, и увидим еще социальный и политический взрыв в Абхазии. Игорь Александрович, хочу ваше мнение услышать вот о приговоре, который вынесли педиатру, 68-летней Надежде Буяновой, которая вроде как сказала мальчику, у которого отец погиб в Украине, что его отец был легитимной целью вооруженных сил Украины, после чего его мама сделала донос на этого педиатра, и вот ее приговорили к пяти годам колонии за дело о фейках в российской армии. У нас остается немного времени. Хочу услышать ваше мнение. Что вообще происходит? Как могут почти под 70 лет человеку давать 5 лет за недоказанные, причем слова? Я так понимаю, что никакой ни записи, ничего не было. Это просто суждение этой женщины. Да и вообще, даже если она это сказала, к чему это все ведет? Вы знаете, есть расхожая фраза такая, которую обычно комментаторы сопровождают вот подобного рода информацию, что российский режим пробил очередное дно. Никакого дна уже нет, значит, достаточно доноса, ничем не подкрепленного, для того, чтобы посадить человека в тюрьму. Отца сажают за рисунок дочери. Знаменитая история, когда девочка нарисовала, просто на уроке нарисовала какую-то картинку с украинским флагом. Отца посадили. Отца за рисунок дочери. То есть, сейчас пожилого человека, педиатра посадили за то, что она откомментировала идиотское сообщение матери, которая жаловалась на то, что вот отец ее ребенка убит на войне. И, ну, просто обычная бытовая реплика. Человек получил пять лет тюрьмы. Это действительно настоящие репрессии. Это движение в сторону. Это, безусловно, тоталитарный режим, который расправляется со всеми несогласными. Любой человек, который выступает сейчас в той или иной степени против войны, является в России преступником. Ну, проблема заключается в том, что объяснить людям, зачем эта война невозможна. Значит, поддержка войны может осуществляться только вот такими способами. Других способов объяснить людям, почему они должны посылать своих детей, своих отцов на эту войну, не существует. Мотивации нет. Поэтому остается действовать только насилием. Да. Спасибо большое, Георгий Александрович. Яковенко был в эфире «Украина сегодня». Политолог, публицист, журналист. Спасибо вам. Хорошего вечера. Удачи вам. Всего доброго. Всего доброго.